Всем привет! Вы на канале Деревенские будни. Короче, сейчас начинаю пахать огород. Наш небольшой участок. Снял передний адаптер, одел фрезы. Пашу я фрезами. И сейчас будем потихоньку пахать. Начинать. Фрезы одел. Пашу фрезами гусиной лапки. Сзади одел клык. Снял передний адаптер. Снял колеса. Занял это у меня недолго. Минут 15 наверное. Но все про все. Вот это все снять. И все. Сейчас я начну пахать. Сейчас пашем вот этот вот участок. Здесь у нас будет картофель сидеть. Вот до этого места. Здесь у нас будет уже капуста и под мелочь. В общем все общее вот у нас будет. А потом уже будем здесь грядки формировать. А здесь у нас будет картофель. Участок небольшой, но тем не менее потрудиться надо. Вот здесь у нас лежал навоз. Здесь земля такая черная, хорошая. Ну а там уже не было навоза. Там просто вот сверху мы набросали. А здесь у нас складировался навоз. В прошлые годы, в этот год почистили, убрали. И под навозом земля очень такая черная, хорошая. Ну что ж, будем сейчас все перемешивать. Перемалывать. Спасибо. 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 В общем, начало положено. Ну а дальше не особо так интересно, как это все пашется. В общем, работа однообразная, поэтому дальше я снимать уже не буду. Потом спашем. Сделаем грядки. Посадим картошку. Девчата капусту посадят. И на этом все. Получаются и вот такие моменты. А шклык загибает. Металл мягкий очень. Сейчас буду выпрямлять и по новой. И еще один момент хотел заметить. Когда пашешь фрезами, будь то гусиные лапки, будь то просто фрезы. Моя практика показала, что никогда не нужно пахать с навозом. Иначе фрезы начинают забивать. И потом их очищать, отковыривать. Это все вот. Навоз этот очень сложно. Поэтому, может быть, у кого-то по-другому. Поделитесь своим опытом. Ну вот, у меня как-то так. Особенно, когда навоз с сеном. Очень вообще сильно наматывает сено на фрезы. Начинает. Фрезы уже потом не закрепляются. Ну вот, поле готово к посадке. Вспахали. Ну, то, о чем я говорил. Вот где навоз попадается, там влажно. И навоз забивает фрезы. И очень тяжело потом пахать. Только почистил их, снова поехал. Снова их забивает. Поэтому с навозом пахать это очень тяжело. То, либо навоз должен быть сухой полностью, как земля. Либо без навоза. А если навоз влажный. Вот как в данном случае. Вот в этом месте. Вот там. В том месте еще попадался навоз. Ну, где сухой навоз, там более-менее нормально. А вот где сырой попадался, то очень сложно. Забивает фрезы. И тяжело пахать очень. А так нормально все. Ну, все. Спашка завершена. Теперь остается посадить картофель. Там у нас будет капуста. Ну, и мелочь разная. В общем, там затеплится. Ну, теперь остается снять фрезы. Одеть обратно колеса. Одеть обратно адаптер. И мотоблок с передним адаптером. А если, короче, мини-трактор. Готов снова к работе. К различным транспортным работам. И так далее. Сейчас немножко передохну. И займусь уже обратной сборкой. И все. Субтитры делал DimaTorzok